Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я заведующий отделением реанимации НИИ Дагид имени Раисы Максимовны Горбачёвой. И откуда же здесь среди таких экспертов по микробиоте мнение врача-реаниматолога? Действительно, правильный слоган к нашей конференции – больше, чем онкология. Без сомнения, 100%. Трансплантация фекальной микробиоты, микробиом человека больше, чем онкология. Действительно, это мультидисциплинарная область. Можно по-разному взглянуть на проблему микробиоты. Глазами реаниматолога, гематолога, онколога, трансплантолога, психиатра в плане пациентов, а не в плане тех, кто проводит трансплантацию фекальной микробиоты. И, конечно же, вот эти глаза последние вам тоже хорошо известны. По-разному можно взглянуть на проблему трансплантации фекальной микробиоты. Гастроэнтерологи ищут одни эффекты, иммунологи – вторые, онкологи – третьи. Люди, специалисты, которые занимаются инфекционными проблемами, соответственно, свои эффекты пытаются отыскать. Почему же всё-таки реаниматолог? Сентябрь 2015 года. Девочка 10 лет, острый лимфобластный лейкоз. Олег Игоревич такое хорошее сделал выступление, как с работы не уходил. Проводится трансплантация от матери, развивается РТПХ кишечника, и пациентка лечится от РТПХ кишечника 900 дней. Получает практически всю иммуносупрессию, которую можно только придумать. Гормоны, этанерцепт, роксолетениб, мизинхимальные клетки, много сеансов фотофереза, бифидумбактерин, примадофилиус, реофлора, ванкомицин, метронидазол. Но, наверное, больше никто ничего не придумает. Все 6 месяцев, все полгода стул выглядит вот так, как на первой картинке. Вода с кровью. Почему реаниматолог? Всё, тупиковая ситуация, традиционные методы терапии абсолютно не работают. Проводится трансплантация фекальные микробиоты, фактически 20 мл материала в отделе через назоинтестинальный зонд. Через 3 дня у ребёнка появляется аппетит, которого не было полгода. Через 7 дней мама счастливо обнаружила, соответственно, в горшке вот такой результат трансплантации фекальные микробиоты. На настоящий момент в клинике проведено 30 трансплантаций фекальные микробиоты. В основном принимают капсулы с замороженной фекальной микробиотой. Меньший процент ФГДС, меньший процент ФГДС плюс ФКС. И колоноскопию фактически вообще не использовали. Причём капсулы пациенты в большей части могут получать амбулаторно. Кто эти 30? 27 – это пациенты, 3 – это волонтёры. И из этих 27 РТПХ желудочно-кишечного тракта полечили у 22 пациентов. Антибиотик ассоциированной диареи, не связанные с трансплантацией, неспецифические колиты 5. 23 пациента после аллогенной трансплантации костного мозга, после АУТа 2, без трансплантации 2. Сколько было проведено трансплантации фекальные микробиоты, включая повторные 33. Эпизодов введения 74 трансплантата. Это повторные у двух человек. И 3 трансплантации фекальные микробиоты провели одной пациентке без ответа даже после третьей. Доза разовая в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта 2,6 на килограмм. В нижнем отделе 4,8. И если даём капсулу, то приходится вообще 0,4-0,5 на килограмм. Выполнили вот это исследование, которое, соответственно, разрешил Локальный этический комитет лечения детей и взрослых с воспалительным инфекционным поражением пищеварительного тракта после аллогенной трансплантации гемопоэтических столовых клеток. И, соответственно, тема НИР у нас также такая же. Основная группа – это лечение РТПХ. 16 пациентов, контрольная группа – 7 пациентов. Трансплантацию фекальные микробиоты проводили тем пациентам, когда исчерпаны все остальные методы терапии. Что было у пациентов? РТПХ плюс вирусное поражение кишечника проводили, разумеется, противовирусную терапию и иммуносупрессию. РТПХ плюс псевдомембранозный колит ванка плюс глюкокортикоиды. РТПХ плюс антибиотика с цервной диареей, пробиотики плюс иммуносупрессивная терапия. Таким образом, у нас в группе ТФМ оказалось 16 пациентов. Исследование закончено на этих 16, на 3 продолжено, 3 исключены из исследования, и группа плацебо – 7 пациентов. Хотел бы обратить ваше внимание на состояние пациентов перед трансплантацией фекальной микробиоты. В средней тяжести и тяжелом было большее количество пациентов, как в основной контрольной группе. Тяжесть состояния за счет болевого диспептического синдрома, в кровотечении ЖКТ, гемцистидов, пневмонии, билирубиномии. Один пациент был на ИВЛ и энцефалопатии. Большей части пациентов старались выбирать более-менее стабильных пациентов гемодинамические и подыхательные недостаточности, но практически все пациенты и 1 и 2 группы были с отрицательной динамикой. Обратите внимание, что основная группа была гораздо тяжелее. Диарея перед трансплантацией продолжалась в среднем 86 суток по сравнению с контрольной 22 дня. Клинический ответ – объем стула, кратность, тошнота, аппетит, боли в животе, работа, слизь в стуле, сокращение, соответственно, по любому параметру в каждой группе, и основной, и контрольной. Только обратите внимание, здесь, соответственно, остается кратность стула больше, тошнота больше, красная – это контрольная группа, аппетит хуже, и слизь в стуле еще сохраняется. И на сроки наступления эффекта в контрольной группе сроки наступления эффекта к 90-му дню, к 60-му дню, аппетит восстанавливается к 8-му дню, боли в животе только к 45-му исчезают, рвота к 16-му, слизь в стуле тоже к 90-му. Наиболее ранние эффекты можно обнаружить только у основной группы. Основную группу пришлось разделить на так называемых ответчиков, у кого зарегистрирован полный клинический ответ, и тех, кто не ответил без ответа, либо частичный ответ, и отдельная контрольная группа. Что же мы имеем? В основной группе полностью ответили 57% пациентов, и ответ наступил к 16-му дню. Не ответили, полностью не ответили один пациент, и частичный ответ у пяти пациентов. В контрольной группе ответил полностью лишь один пациент. Таким образом, если ожидать эффект от трансплантации фекальной микробиоты, этот эффект можно регистрировать с 16-го по 30-й день. По бактериальной массе. Опять же, это основная группа, это контрольная группа, но если разделить на ответчиков и неответчиков, что мы получаем? Общая бактериальная масса в определенные дни, с 8-й, 16-й, 30-й, в группе ответчиков гораздо больше, чем в контрольной группе. И посмотрите, не ответившие пациенты из основной группы общая бактериальная масса такая же, как и в контрольной получаются. Лактобациллы, без особенностей бифидумбактерии, тоже в какие-то дни больше в основной группе полный ответ, ишерихиоколия. Вот обратите внимание на день 3-й. Брали, соответственно, до трансплантации фекальной микробиоты у основной контрольной группы. И ближайший день, это день 3-й, повышается ишерихиоколия и сохраняется на всем протяжении исследования до 120-го дня. И самое главное, это бактероиды. 99% соответственно микробиоты, фекальные микробиоты. К третьему дню отвечают и с полным ответом пациенты, и с частичным, либо без ответа. Только потом, соответственно, сравниваются кривые контрольной и не ответившие пациенты. И ответившие пациенты до 120-го дня, ровная кривая, фактически пэшки везде достоверные. Так же себя ведут бактероиды с тетойотомикрон и фекалию бактериум проузница. К третьему дню повышаются фактически в каждой группе. И потом, соответственно, не ответившие пациенты к восьмому дню сравниваются с кривой контрольной группы. Вот так выглядит общая картинка этих же пациентов. Полный ответ – бактероиды нарастают. Нет ответа или частичный ответ – что здесь? Бактероиды, наоборот, снижаются. Появляются те же протеобактерии, интербактерии, цитробактерии. И в контрольной группе мы видим вот такой пик повышения бифидумбактерии на какой-то период. Помните, да, они получали традиционную терапию, соответственно, они получали в это время пробиотики. Но никаких бактероидов не появляется. И как они отвечают в конечном итоге, что не ответившие пациенты, что контрольная группа, нарастает и шерихи, и околия, нарастают лактобактерии в конце, но никаких бактероидов не появляется. Что будет, если вот этот слой бактероидов снять у ответивших? Вот такая картина получается. Такая картина, полный ответ. Клепсиела уходит полностью. Цитробактер, энтеробактер, протобактерии уменьшаются. Доминирует что? Фекалиобактериум проузницы, бактероиды Тетоиотомикрон, бифидумбактерии. Провели секвенирование наших пациентов с РТПХ. Что здесь можно обнаружить? Абсолютно совпадают с данными международных исследований. Стрептококк, стафилококк, энтерококация у подавляющего количества пациентов. Проводим трансплантацию фекальные микробиоты. Это, соответственно, 16 секвенирование, это донор. И буквально с 8 дня полностью меняется состав микробиоты трансплантированных пациентов. Выживаемость у пациентов. Два пациента погибли в основной группе на 30-е дни после трансплантации фекальные микробиоты. Исключенные пациенты по техническим причинам погибли, самое интересное, от прогрессии основного заболевания, когда не была выполнена полноценная трансплантация фекальные микробиоты. И пациенты из контрольной группы также погибали от сепсиса плюс кровотечение кишечное и пары с желудочно-кишечного тракта плюс сепсис. Трансплантация фекальные микробиоты у тяжелых пациентов реанимационных. Мужчина 45 лет, мелодиспластический синдром, развивает РТПХ, стул до 12 литров в сутки, кишечное кровотечение, геморрагический шок, попадает на искусственную вентиляцию легких, сепсис, полиорганная недостаточность, ацинетобактерный сепсис, двусторонняя пневмония. Из бала, обратите внимание, приходит резистентная клипсиела, металлопротеиназа, НДМ и окса-48 серийновая, положительная. Проводим трансплантацию фекальные микробиоты. Из бала, та клипсиела, которая вызвала пневмонию, приходит НДМ отрицательная, окса-48 отрицательная. То есть изменились карбопенемазы, или поменялся штамм, или мы своими действиями поменяли резистентность клипсиела. Назначаются антибиотики антиклипсиелезные, которые не работали ранее, при положительной металлопротеиназе. Пациент выздоравливает, выписывается, уезжает к себе домой на сахалин. 82 дня, искусственная вентиляция легких. Девочка 3 года 8 месяцев, МДС, трансплантация, РТПХ развивает желудочно-кишечного тракта, РТПХ печени, билирубин 300. Обратите внимание, проводится фактически на высоте билирубин и мии, трансплантация фекальные микробиоты, 5 сеансов плазмообмена, билирубин снижается, девочка выздоравливает, все хорошо. Это что касается категории именно реанимационных пациентов. Неспецифические колиты после трансплантации. 52 года мужчина, фолликулярная лимфома, аутотрансплантация проведена 500 дней назад. Гастроэнтерологи рекомендуют принимать салофальк, он полтора года кушает салофальк, полтора года кушает метронидозол. Проводим трансплантацию фекальные микробиоты, уходит эшерихи и околи, нарастают фекалии бактерии проузницы, это Тойота Микрон, к 8-16 дню пациент перестает жаловаться на постоянные диареи. К 60 дню полный ответ. 4 года пациент с ОМЛ, трансплантация костного мозга 800 дней назад, иммуносупрессивную терапию получает в полном объеме, РТПХ ставят, дисбактериозы ставят, в общем, тысяча и один диагноз. 2,5 года получает пробиотики ванкомицин. После трансплантации фекальные микробиоты та же самая картинка. Нарастают бактероиды, уходит цитробактер, нарастают фекалии бактерии проузницы. Очень уникальный случай развития РТПХ после трансплантации фекальные микробиоты. Проводится, соответственно, здесь у пациента синдром выброса цитокина в жидкий стул, проводится трансплантация фекальные микробиоты и на 60-й день развивает клинику РТПХ. Нарастает фекальный кальпротектин, объем стула, посмотрите, я сам был крайне удивлен, объем стула полностью совпадает с изменением микробиоты. Уходят бактероиды, нарастают эшерихиоколия и бифидумбактерии. Вот на нижнюю картинку, посмотрите, даже графики одинаковые. ТФМ в педиатрии. Первый раз мы сделали 3 года назад вот этому ребенку. И самое свежее наблюдение, это буквально неделю назад, 4 года, 9 детей. Невозможно, соответственно, обойти эту группу пациентов. Как проводить детям? Сложности. Либо это зонд ФГДС, либо это капсулы. Везде плюсы, везде минусы. Какие минусы? Наркоз, инвазивная методика, возможно, регургитация, аспирация, микроаспирация. Но с плюсы большой объем бактериальной массы. С другой стороны, нужен ли большой объем бактериальной массы? У нас волонтер, который принимал 15 капсул, прижился. Здесь какие минусы? Малая бактериальная масса, комплоентность, соответственно, пациента. Мы неделю разучивали на пустых капсулах, как ребенок в 4 года будет принимать капсулы с замороженной микробиотой. Пустышки клали в холодильник, а он уже пришел, соответственно, через неделю. Соответственно, холодный леденец, вот холодный леденец, только уже, соответственно, с микробиотой. Все, отсутствие минусов, это единственные плюсы. Сегодня новость, как вы сами понимаете, 13 июня, вот эта новость, которую в ДЕИ зарегистрировали, меня, конечно, закидали письмами по этому поводу, я не успевал отвечать даже. А возможно, обратно, да, там и Шерихиаколи, БЛРС, положительная, соответственно, 2 пациента, один заразился, умер. А возможно ли наоборот, если клепсиела резистентная, да, нарастает во всех реанимациях, клиниках, больницах, панрезистентная, полирезистентная, НДМ положительная, ОКСА-48 положительная, КПС положительная, то есть факторов резистентности моря, возможно ли сделать чуть-чуть наоборот? Мы проводили, соответственно, вот такие эксперименты, проводили трансплантацию фекальные микробиоты и отмечали изменение микробиоты не только в фекалиях. Происходит так называемое селективное давление фекальной микробиоты и изменяются микробиоты в других локусах. Неправильно говорить слюна, правильно говорить ротовая жидкость, потому что там отовсюду, соответственно, бактерии и из десневых карманах тоже выделяется жидкость. Мы проводим трансплантацию фекальной микробиоты и изменяется микробиота полости рта. Возможно ли сделать таким образом? Приходит пациент, соответственно, как колонизируется? Приходит пациент со своей микробиотой, получает клипсиелу, и, соответственно, потом клипсиелы распространяются по другим локусам, включая бактеримию. А наоборот, соответственно, даем микробиоту, микробиота поселяется в желудочно-кишечном тракте здоровая и вытесняет, соответственно, панрезистентную или полирезистентную клипсиелу. 12 пациентов пришли на трансплантацию костного мозга, 5 пациентов, контаминированные на 100% клипсиелой, провели трансплантацию фекальной микробиоту с целью эрадикации, деколонизации клипсиелы. Это вот эта группа пациентов, которая пришла на трансплантацию. К 30-му дню 50% в стуле у всех резистентная клипсиела. В мочею 16%, в зею 25%. Провели в второй группе, которая колонизирована клипсиелой, трансплантацию фекальной микробиоты. К 90-му дню деколонизация 80%, в моче к 45-му дню деколонизация 100%. Хуже всего ответ, соответственно, по зеву. Вот такой новый индекс мы постарались ввести. Вот в каждой точке нужно определять не только клипсиела, есть или нет, но резистентная это клипсиела к антибиотикам или нет. Назвали это пока индекс деколонизации или колонизации, еще даже не придумали. В числителе по баллам добавляется рост не обнаружен, чувствительность 1 балл, рост и среды обогащения 2, резистентность 3. А здесь количество исследований. И что получилось? Эти 12 пациентов, которые пришли на трансплантацию и колонизировались, индекс колонизации только повышается. То есть не только находится клипсиела в стуле, но и увеличивается резистентность к карбопенемам, аминогликозидам, тегоциклину, цифалоспоринам, фторхиналонам, фактически ко всему. А вот так выглядит индекс колонизации пациентов после трансплантации фекальные микробиоты. Уменьшается резистентность. Не только реже высеваются, но и уменьшается резистентность. Это и в стуле, и в моче хуже всего почему-то получается в зеве. Более того, у этих же пациентов мы определили карбопенемазы. Самый хороший ответ – это уходит Окса-48. Самый плохой ответ – это металлопротеиназа НДМ, который, соответственно, здесь в Питере на первом месте. В Москве Окса-48. Неблагоприятные события после трансплантации. В основном тошнота, боли, урчание в животе, газообразование, диарея, боли с пластического характера или дискомфорт. Многие дети даже не дифференцируют боли. Или, соответственно, дискомфорт. Это абсолютно нормально. Доноры говорили, соответственно, тоже обследовали своих доноров. Это, разумеется, не вегетарианцы хуже всего микробиота. И не внутрибольничные жители. Тоже условно-патогены очень много. И вообще, честно сказать, мы хотим даже уйти от родственных доноров. Вообще они не нужны по большому счету. Да, это немножко подкупает. Трансплантировали ребенка. Трансплантацию костного мозга от матери сделали. И микробиоту от матери сделали. Но все это и финансовые затраты, и временные затраты. И необходимости в этом абсолютно нет. Когда же проводить трансплантацию фекальной микробиоты у тяжелых пациентов? Разумеется, существует точка первой возможности, когда у пациента отмечается отрицательная динамика, традиционная терапия неэффективна. Точка последней возможности, но не пропустить нужно стабильное состояние. Но чаще всего пациенты, конечно, на вот этом этапе. От точки последней возможности до точки невозврата, когда доктор может решиться на проведение трансплантации фекальной микробиоты. Спасибо. Первое спасибо. Невозможно без такого коллектива, таких коллективов проводить такие исследования. Отдельное спасибо Марии Александровне Суворовой, Елене Николаевне, Ильиной, Евгению Ивановичу Олегновичу, Павленко и Институт детских инфекций Сидоренко, Гостев и Карев. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мы вопросы в дискуссии, мы выбиваемся из графика. Спасибо.